Всем привет, это Варлорд, сегодня будет много хороших вопросов, спасибо, что написали в комментариях, и прошу вас снова писать вопросы в комментариях, на этот раз под этим видео, чтобы в следующей части именно ваш вопрос я прочитал. Прежде всего, я там пошутил, когда отвечал на вопрос про кровать или диван, что хотите ли обзор на кровать, но чуть ли не каждый второй человек написал, Варлорд, я хочу обзор на твою кровать. Это очень странно, я этого не понимаю, но если меня подписчики просят, как бы я делаю, и сейчас, вот, вы можете увидеть мою кровать, как ни странно, на ней я сплю, сейчас она в более-менее адекватном виде, ну я ее застелил, подушки, все это я поставил, в общем, вот моя кровать, цвет у нее капучино, в общем, достаточно приятная, очень удобная кровать. С этим мы разобрались, давайте дальше. На этот раз, нормальные, классные такие темы, вопросы, начали. Лего Стайл номер один спрашивает, как я отношусь к скандалам на ютубе, и как я думаю, почему в последнее время, в последние несколько лет, каждый второй популярный блогер не против с кем-нибудь поругаться ради хайпа. Неужели многим настолько сильно нужен черный пиар? Естественно, да, отношусь я крайне отрицательно ко всем скандалам на ютубе, похоже, это на игру маленьких детей в песочницах, но судя по интеллекту тех блогеров, кто хайп, таким образом, себе хочет заполучить, это и есть маленькие дети, которые хотят на своих конфликтах и скандалах заработать уже немаленькие деньги. Одни делают, а другие, очень странные люди, следят за этими конфликтами, интересуются, вот мне, например, глубоко по боку, кто там с кем что-то не поделил, это все ради глупого пиара, опять же, черного пиара, и да, всем он нужен, вернее, не совсем он, а скорее деньги, которые может принести этот конфликт, то бишь, увеличение просмотров и так далее, вот это все из одного такого корня выходит. Дальше двигаемся, лего, мульты и прочее, летом уезжаешь на дачу, нет, я летом не уезжаю на дачу, но уезжаю путешествовать, вот скоро опять поеду, уже ездил, я снимал видео, небольшое такое, там я рассказывал вам новости и показал вам, ну, пару картинок, видео там, пишите, хотите ли какой-то влог из поездки, там обязательно лего-стор надо посетить, и пишите, снять ли видео о том, что нового в лего-стории, как там цены, как они с нашими, можно ли их сопоставить. Лего-обзоры мир, варлорд, смотришь ли ты аниме, если да, то какое любимое? Аниме не смотрю, следовательно, любимого у меня нет. Лего-мастер-икс спрашивает, кто тебе больше всего нравится из Гарри Поттера? Гермиона. Но, если говорить конкретно уже про характер и так далее, то Северус, мне очень импонирует этот персонаж, и Гермиона, ну, он спросил, кто тебе нравится из Гарри Поттера? Ну, я ответил. Дальше двигаемся. Лего-микс-шоу, какая у тебя любимая мини-фигурка из Гарри Поттера 18-го года, коллекционная серия? Мне понравился, грозный глаз Грюм, отличная фигурка, как вы помните, там ему можно заменить лицо и прическу, он уже станет Барти Краучем-младшим. И также мне нравится очень Валандеморт с Нагайной. Лего-мастер-икс, опять же, спрашивает, нравится ли мне миссия невыполнима? Очень нравится, особенно последняя часть. Недавно ходил в кино, всем советую. Как вот обычно бывает, боевики, они не обладают какой-то особой составляющей, с точки зрения, там надо подумать или что-то это. В основном только экшен, стреляют и так далее. Конкретная миссия невыполнима, очень продуман сюжет. Отлично продуман сюжет, мне было интересно смотреть за героями, хорошо поставлены сцены, экшен, все соблюдено хорошо, то есть такой добротный боевик. АК-АК спрашивает, какая моя любимая тема, фэнтези, боевик и так далее, боевик и так далее. Мне больше всего нравится фэнтези-тема, те, кто следят за моим каналом, это знают. Так, такой смешной вопрос. Фара Ибрагимов, покажи свой паспорт. Паспорт я не покажу. Ну, догадайтесь, почему не покажу свой паспорт. Олд Карс Компани, Варлорд, ты увлекаешься Лего Техник? Не особо, но несколько наборов есть. Рейна Ульф, и ты когда-нибудь покупал в магазине Джум, Алиэкспресс или Пандао, и что именно? Не покупал ни в одном из этих магазинов, но на Алиэкспрессе, как я знаю, можно заказать всякую китайскую дрешню, вроде фигурок, и показать её, и... Ну, это иногда бывает интересно, потому что китайский аналог иногда бывает хорошим. Пишите, хотите ли, чтобы я что-то заказал с Алиэкспресса. Он же спрашивает, какая моя любимая серия в сериале Кухня? Я знаю, что это российский сериал, но я его не смотрел. Поэтому у меня нет любимой серии в этом сериале. Тролл Тюб, Тролл Тюб. Тролл Тюб, играл ли я в Лего в детстве, и сколько было у меня Лего в детстве. Лего в детстве у меня было много, я в него играл, и потом решил вот видео снимать. Так это всё и получилось. Какие наборы у меня стоят на полке? Он же спрашивает. Сейчас вот я обернусь и скажу. Тауэрский мост стоит на полке. Также закусочная из серии Креатор Эксперт. Где-то наверху Тихая Мэри у меня, и штаб-квартира Охотников за Привидениями, R2-D2, коллекционный UCS серия AT-AT, Шаттл Креника где-то там. Ну, некоторые наборы в общем у меня остаются, но стоят они далеко друг от друга, и поэтому их особо здесь в комнате у меня не видно. Дальше. Вадим Томас. В какие телефонные игры я играю? Я давно же ни в какие игры особо не играю. Вспомню, во что играл раньше. Asphalt 8, Dungeon Hunter 5, Танки, World of Tanks, Minecraft, или ещё что-то, я уже сейчас не вспомню. Но раньше играл. Касумбект спрашивает, кого из ютуберов я раньше смотрел? Жарахова, Руслана Усачева, ещё кого-то, не помню уже. Никита Один, со скольки лет я собираю Лего? Лет 7, насколько я помню. Майл Алекс, нравится ли мне серия Гарри Поттер, читал ли я книги, смотрел ли я фильмы? Некоторые книги читал, не все фильмы смотрел, все серия мне нравятся. Хейп, колд Хейп. Кот или собака? Конечно, собака, а у меня собака, и поэтому, следовательно, собаки мне нравятся больше. Марлик. Таких было много. Тебя зовут Илья Варлар, 34 года, псевдоним Варлорд, от фамилии. Ооооо. Таааак. Так, вот скажи мне, как у человека может быть фамилия Варлард, и как можно вестись на такое? Это шутка, и надо учиться различать шутки и здравый смысл, и правду. Вот это всё нужно уметь различать. Мистер Фрэнк, ты почти весь видос говорил, какой ты взрослый, что тебе неинтересны реакции и лайфхаки. А что в этом плохого? Значит, что все смотрят видосы данного типа «Маленькие дети». Ну да, я не смотрю это. Ну в этом плохого ничего особо нет, только в реакциях нет ничего вообще. Человек открывает видео и смотрит его. То есть, по-твоему, это интересно? Нет, это совсем неинтересно. Это формат, на который люди не тратят ни сил, ни времени, ни денег. Самый элементарный и странный формат. Лайфхаки бывают интересными, не спорю. Так, 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 вопрос. Обзоры Лего от Вусала. Буду ли я делать разбор на трейлер Веном, и пойду ли я на фильм Веном? И буду ли делать обзоры на наборы, и кто по гороскопу, я рак? Я по гороскопу стрелец. Обзор на наборы снимаю, и на фильм Веном пойду. Реакцию на трейлер делать не буду. Кстати, фильм Веном, мне кажется, будет очень интересным, горячим. Я смотрел трейлеры, все мне очень нравятся. Обзоры от Влада. Спрашивает, какую музыку люблю, зарубежную или русскую? Зарубежную, конечно. Нидиагу Кен. Варлорд, буду ли я показывать лицо? Точнее, Варлорд, будешь ли ты показывать лицо? Буду, конечно же, показывать лицо, но чуть позже. Личинка. Сколько стоит у меня компуктер? Ну, так и написано. Честно, не помню. Там сборка, я не помню, сколько она стоила. Но в основном, не считая монтажа, я провожу время за MacBook Pro. Кыца дает. У меня вопрос. Какая самая большая у тебя, Варлорд, мини-фигурка? Большая мини-фигурка здесь как-то странно. Есть мини-фигурка, это вообще, ну, классический Лего-человечек такой. Из таких Лорд Гармадон. Или Самукай тот же. А если фигурка Лего не подразумевается, что мини-фигурка, то, конечно, ранкор по Звездным Войнам, который поражает своими габаритами, отличная такая макси-фигурка. Смотрел я все части Гарри Поттера, если да, то какая любимая? Смотрел я все части Гарри Поттера, нравится мне больше всего Дары Смерти. Варлорд, мне нужен совет моему каналу один год. Он всего имеет 18 подписчиков. Да и совет, что можно добавить, а что исключить. Во-первых, необходимо иметь для начала хорошую картинку, чтобы людям было приятно смотреть. Во-вторых, писать сценарий. Я всегда пишу сценарий для своих роликов сейчас. Кроме такого формата, потому что он разговорный. То есть здесь мы с вами просто общаемся. Я могу запинаться, делать что хочу. Формат такой ламповый. Ну а так, конечно же, писать сценарий, готовиться, хорошая дикция и все в этом духе. Начни с картинки и со сценария. Ну а дикция со временем к тебе обязательно придет. Ну, конечно, регулярный выход роликов должен быть на канале. Варлорд, представь, что ты разработчик Лего. Какую ты бы придумал серию и о чем бы она была, спрашивает Денис Старченко. Набор, вот, я вам конкретно, конечно, не назову, но серию могу назвать, как меня просят. Это, конечно, была бы фэнтези-серия по типу Орегона, которую я вам раньше показывал. Прогеймер спрашивает, какой мой любимый фрукт? Мой любимый фрукт это манго. Никита Топ Ниггер спрашивает, кто, по-моему, величайший музыкальный исполнитель в истории. Но тут двух вариантов быть не может. Это, конечно, Филипп Киркоров. Если что, это шутка. Бывают ли в твоей комнате с Лего маленькие дети, спрашивает тот же человек. Нет, не бывает. Классное название, тебя не дразнят в школе, спрашивает Даня Минглин. Не понял, а за что меня дразнить? За популярный канал, группы, инстаграмы. Ну, что-то не особо похоже на повод для того, чтобы тебя дразнили. Нет, никто меня не дразнит, и поводов никаких для этого нет. Никита Геймс спрашивает, какой у меня средний балл в девятом классе? Просто он тоже закончил, и ему интересно в этом году. В общем, балл не назову, но у меня 4-5. Вот так. Троек нет. Анастасия В. Ты сказал, что тебе хватает странного псевдонима. А у тебя что, имя странное? Нет, имя у меня не странное, имя у меня обычное. Эмс Фрэк Ай. Да уж, у многих людей довольно необычные. Ники. Варлорд, что бы ты делал, если бы Ивангай, например, украл все твое лего? Кто такой Ивангай? Обзорщик по имени Алекс. Варлорд, ответь на вопрос, твоя любимая ягода. Моя любимая ягода это земляника. Иван Антонов спрашивает, у меня есть любимый актер? Кто он? Назову сразу двух подряд. Том Круз, Роберт Дауни-младший, Дэд Спирит, тут много вопросов. Привет, Варлорд, у меня есть пару вопросов. Как я учусь в школе? Уже сказал 4-5. Был я в Лего Стори? Был, много раз. Какая моя любимая серия Лего? Моя любимая серия Лего, это вот уже для меня сложный вопрос. Мне нравятся многие серии Лего, например, Ниндзяга, Гарри Поттер, эксклюзивные наборы, Креатор Эксперт. Наверное, Креатор Эксперт, так как детализированные там все домики. Ну а так много хороших серий. Удачи тебе тоже. Привет, Омлет. А часто тебе покупали Лего родители? Если да, то ответь, поэтому ты стал увлекаться Лего. Ну да, мне часто покупали Лего, и поэтому я стал им увлекаться. Вроде все логично. Что ж, наверное, на сегодня достаточно. Вопросов было достаточно много. Я надеюсь, люди, которым я ответил, удовлетворены. Обязательно оставляйте новые вопросы в комментариях. Обязательно поддерживайте это видео лайком. Подписывайтесь на канал. Вступайте в группу. Всем удачи. Всем пока.